Доброе утро! Это рубрика «Пища для ума», в которой мы обсуждаем кино и литературу. Нередко мы говорим о знаменитых актерах и их творчестве. Сегодня нашим героем станет, пожалуй, самый прославленный и самый любимый актер в мире – Леонардо Ди Каприо. Мне кажется, каждый из нас знаком с его ролями в кино, но интересовались ли вы когда-нибудь им как личностью? Что представляет из себя этот человек после того, как режиссер прокричал «Стоп, снято!»? Вот несколько интересных фактов из биографии Леонардо Ди Каприо, которые, возможно, вас удивят или позабавят. А вы знали, что у Лео есть русские корни? Его бабушка с материнской стороны русская, ее имя Елена Степановна Смирнова. Кстати, сам актер очень гордится этим фактом. Полное имя актера – Леонардо Вильгельм Ди Каприо. Своё имя он получил в честь, кого бы вы думали, Леонардо да Винчи. Так его решила назвать «Мама». Оказывается, малыш впервые зашевелился у нее в животе, когда она разглядывала картину этого великого художника. Правда, в начале карьеры агент Ди Каприо уговаривал его сменить имя на что-то более привычное для американцев, а именно Ленни Уильямс. К счастью, актер отказался. Шерон Стоун, можно сказать, подарила Лео путевку «Большой Голливуд». Он так ей понравился на пробах на фильм «Быстрый и мертвый», что она решила сама оплатить его гонорар. Все мы знаем, что у актера непростые отношения с премией «Оскар». Он был многократно номинирован и, как правило, всегда проигрывал. Исключением стала его победа в 2016-м за роль в фильме «Выживший». Я больше не боюсь умирать. Мне это не впервой. Но вы знали, что впервые он был номинирован уже в 19 лет за второстепенную роль в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа». Да, его путь к заветной статуэтке был довольно долгим. От этого еще смешнее та ситуация, что произошла, когда он ее все-таки получил. После премии они с друзьями пошли отмечать это дело в ресторане. И в конце вечера Леонардо ушел без статуэтки. Он просто забыл ее там. Официанту пришлось догонять актера, и таким образом он в этот вечер получил свою статуэтку дважды. Несмотря на все его таланты и заслуги в кинематографе, Лео также несколько раз номинировали в «Анти-Оскаре». «Золотая малина» выдается за худшие работы в кино. И Лео получил одну за свою роль в фильме «Человек в железной маске». Актер у нас завидный холостяк. У него были романы с самыми красивыми женщинами мира. Преимущественно с топ-моделями. Кстати, фанаты заметили одну интересную особенность. Как только Пассия Леонардо достигает 25 лет, их отношения оканчиваются. Так было уже с тремя возлюбленными Ди Каприо. Сейчас он встречается с моей тезкой Камилой Мороной. Ей 22. А значит, за Пассией еще три года. Лео более стабильный в дружеских отношениях. В круг его близких друзей входят и знаменитые актеры. Это Тоби Магуайр, Марк Болберг, Джона Хилл и Орландо Блум. Ди Каприо – знаменитый филантроп и ярый защитник природы. Вспомните хотя бы его «Пламенную речь» на «Оскаре». Он делает очень крупные пожертвования для защиты океана и спасения животных. Входят слухи, что актер настолько ответственно относится к будущим ролям, что выкупил на свои деньги отличный сценарий, где главные герои намного старше его. И отложил их себе, пока сам не достигнет соответствующего возраста. Вот что значит думать наперед. Вот лишь небольшая часть из насыщенной жизни актера. Я надеюсь, что вы узнали нечто новое о кумире миллионов. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске. И до скорого!